Скандал между афганскими дипломатами в Таджикистане. Кто управляет консульствами и не станет ли наша страна местом разборок? Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Спустя два дня после того, как Мохаммед Захир Акбар, посол Афганистана в Душанбе, назначенный предыдущим правительством, разорвал в присутствии журналистов копию письма, которая распространялась в СМИ якобы от имени Талибана о том, что первым секретарем посольства в Таджикистане назначен представитель талибов, Министерство иностранных дел правительства талибов отреагировало на это своеобразным образом. Во время пресс-конференции Мохаммед Захир Акбар заявил 7 ноября, что консульство Афганистана в Хароге закрыто из-за отсутствия экономической возможности для поддержания его деятельности, и его сотрудники в настоящее время работают в Душанбе. Однако на видео, которое 9 ноября опубликовал на своей странице в Твиттере заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел талибов Хафиз Зия Ахмат, он беседует с человеком по имени Накебула Тихканзада, который представляется руководителем Генерального консульства Афганистана в Хароге. В этом видео он заявил, что работает при непосредственной поддержке и под надзором Министерства иностранных дел Исламского Эмирата Афганистана. Так талибы называют свое непризнанное в мире государство. В частности, он сказал, недавно в средствах массовой информации были опубликованы безответственные и далекие от истины заявления бывшего посла Афганистана в Душанбе, господина Захира Акбара, относительно деятельности этой миссии. Генеральное консульство Афганистана в Хароге действует независимо и находится в непосредственном подчинении и под руководством Министерства иностранных дел Исламского Эмирата и действует в соответствии со своими законными полномочиями, предоставляя консульские услуги. Накибул Адихканзадав в продолжении своего интервью говорит, что после свержения предыдущего правительства Афганистана спектр деятельности генконсульства в Хароге расширился и теперь включает в себя выдачу паспортов и виз для афганских граждан, проживающих в Таджикистане. В ходе интервью он также поблагодарил власти Таджикистана за открытие пограничных переходов и пограничных рынков и заявил, что у Талибан существует координация с Таджикистаном в сферах транспорта, торговли, пограничных вопросов и по экстрадиции заключенных. Радио Азаде обратилось в консульство Афганистана в Хароге, чтобы удостовериться в достоверности данного видео. Сотрудник консульства, представившийся с Зикрии Сидики, сказал, что он работает в этом консульском отделе и подтвердил, что Адихканзада действительно работает в этом консульстве и что видео подлинное. Несколько других источников в Ашхабаде также подтвердили, что человек, дающий интервью, является Накибул Адихканзада, который работал дипломатом в Таджикистане со времен предыдущего правительства Афганистана. Мохаммад Захир Акбар, посол предыдущего правительства Афганистана в Душанбе, 10 ноября в ответ на запрос заявил, что посольство два дня назад на пресс-конференции уже выразило свою позицию в отношении генерального консульства Афганистана в Хароге. Деятельность консульства в Хароге была приостановлена 8 месяцев назад на основании официальной ноты и не имеет никакой легитимности для нас. Поэтому в каких-либо разъяснениях и ответах нет никакой необходимости. Так прокомментировали ситуацию Мохаммад Захир Акбар. Власти Таджикистана на этот конфликт афганских дипломатов в Таджикистане пока никак не отреагировали. Однако политические деятели в самом Афганистане отреагировали на скандал с афганскими дипломатами в Таджикистане. В частности, Ато Мохаммад Нур, бывший губернатор провинции Балх, поддержал Мохаммада Захира Акбара своей странице в Икс, бывший твиттер. Уже второй раз за этот год консульство Афганистана в Хароге попадает в заголовки газет. Первый раз в марте, когда в феврале здание консульства было повреждено в результате схода снежной лавины. Министерство иностранных дел талибов сообщило, что их делегация посетила афганское консульство в Хароге, чтобы оценить ущерб и решить вопросы реконструкции здания миссии. Власти Таджикистана тогда не подтвердили и не опровергли информацию о прибытии представителей талибана в Харог. Правительство Таджикистана является одним из критиков талибана и за последние два года не принимало дипломатических представителей группировки, а здание афганского посольства находится во владении представителей свергнутого правительства. В то же время экономическое сотрудничество между двумя соседними странами продолжается. В частности, Таджикистан по-прежнему поставляет в Афганистан электроэнергию. После свержения предыдущего правительства и слома республиканской системы ряд стран, в том числе Иран, передали дипломатические миссии Афганистана в своих государствах в распоряжении талибан. А как вы относитесь к такой ситуации и как вы думаете, должно ли наше правительство на это все реагировать и как? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.